привет друзья меня зовут юлия гендина и вы находитесь на канале который посвящен интерьерному вязанию в этом видео я с вами хочу подробнее поговорить про один из мозаичных квадратных узоров которые я хочу вам предложить как отдельное самостоятельное произведение как часть чего-то большого а также как партнера к проекту квадрат в день которым мы занимаемся с вами уже несколько месяцев итак давайте поподробнее вот этот квадрат о котором я сейчас говорю это вариация квадрата который мы используем в проекте квадрат в день что такое квадрат в день это проект который запустил несколько месяцев назад в котором я вас мотивировала на то чтобы связать большой плед или ковер и из квадратных мотивов и в качестве этого мотива я вам предложила вот такую вот вариацию русского народного орнамента вы его встретите в моей новой книге который выйдет уже скоро которая посвящена как раз русскому народному орнаменту так вот здесь в основе вот такой вот несимметричный относительно центра элемент обратите внимание что у него эти сектора не идентичны вот этим из-за вот этого элемента а этот центральный элемент помещен в ром и дальше уже по бокам мы доводим до квадрата вот таким вот волнистыми линиями чем хорошо такое вязание из центра что вы можете вязать такие мотивы квадрата где-то в дороге и вам не нужно при этом держать на руках большой плед дальше вы их шиваете друг с другом и получается большое произведение интерьерного искусства так вот в пару к этому мотиву я вам рекомендую взять еще вот такой мотив это вариация как вы можете видеть здесь добавлены вот здесь вот диагональные элементы плюс по краям для образования квадрата я добавила элементы без корню такие вот классические завитки которые обычно можно встретить на вышивке для без корню они смотрите что размеры этих мотивов разные потому что здесь использована разная пряжа в данном случае это 210 метров 100 граммах а здесь хлопок но буквально в два раза тоньше а я просто хотел вам продемонстрировать как вы можете магическим способом управлять размером своего полотна просто поменяв крючок и пряжу и так по технике вязания это мозаика крючком из центра то есть с лицевой стороны рисунок выглядит так наизнанке это просто полоски вы можете продублировать наизнанке рисунок который выводится по лицу это называется зеркаливание рисунка от зеркаливания рисунка у меня есть по этому поводу урок на канале поэтому если вы хотите можно потренироваться если вы новичок в центровой мозаике то лучше пока не зеркалить а остановиться на самом рисунке по сравнению вот с этим мотивом этот мотив полегче потому что это абсолютно симметричный узор относительно центра это значит что все сектора вяжутся одинаково то есть вам просто можно будет повторять один и тот же сектор это вам позволит меньше заглядывать схему по сочетаемости они будут прекрасно смотреться друг с другом в одном полотне но вы можете и один этот элемент использовать самостоятельно в описании к этому видео я вам дам файл со схемами и там будет как схема отдельного мотива так и схема вязания по прямой и из центра большого полотна состоящего из этих мотивов то есть вы можете не обязательно вязать отдельные квадрата потом их сшивать вы сможете сразу прямой мозаикой или центровой вязать полотно в котором все эти квадраты уже будут расположены рядом и сшивать тогда ничего не надо будет тоже будет очень красиво очень красиво мне понравилось как в углах сформировались вот эти вот мотивы без корню то есть у вас получится на большом полотне такие ромбы и плюс еще отдельно небольшие мотивы без кармин. Будет очень красиво. Кроме того, не забывайте, что вы можете связать, например, один такой квадрат и сложить его по принципу конверта и получить наулочку для подушки. Но тогда надо будет взять просто пряжу потолще, чтобы у вас этого квадрата большого хватило как раз на размер подушки. Когда мы складываем по принципу конверта, мы помним, что у нас рисунок поворачивается вокруг своей оси и можно получить совсем другую картину. Видите? То есть наша ромбовая центральная фигура повернулась и превратилась в не менее красивую квадратную фигуру. Я надеюсь, что этот проект вам понравится, что он еще дальше толкнет вашу фантазию и вы сможете применить этот критив в самых разных вещах. Вот это, кстати, прихватка. Чтобы вы понимали, я просто сняла с нее здесь держатель. Это вообще-то прихватка, так что можно потренироваться и остановиться как раз на таком небольшом предмете домашнего обихода. А у меня на сегодня все. Я, как обычно, желаю вам приятного вязания. Будьте здоровы. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин